Комиссия, приехав на место, сразу же выявила множество нарушений. На муниципальную территорию жители улицы Шевченко выносят крупногабаритный мусор. Старую сантехнику, двери, оконные рамы, строительный мусор. Надеясь, что все это вывезут машины. Но вывоз крупногабаритных отходов осуществляется на других условиях. Надо заказывать спецтехнику. Хозяйка одного из домов выставила на улицу собачью будку. После замечания внесла ее обратно во двор. Некоторые анапчане уверяют, не знают, что крупный мусор должна вывозить специализированная техника по заявке. Жильцы другого дома на улице Шевченко утверждают, что не имеют никакого отношения к доскам возле дома. Мусор им кто-то подкинул ночью. Просто очень ужасно, очень обидно, что люди вот так не по-соседски, живя совершенно в противоположном конце квартала, совершенно на другой стороне улицы бессознательно выносят и складируют свой мусор, свои отходы, вместо того, чтобы вызвать технику специализированную, оплатить и вывезти. Другим хозяевам не удалось обмануть комиссию. Заместитель начальника управления ЖКХ Татьяна Буняк заметила следы свежеспиленных веток на дереве. Все эти ветки видно. Вот они непосредственно ветки от этого дерева. Вот обрезанные сучки. И пилили не сегодня. Значит, пожалуйста, ставим условия. Значит, заказывайте машину и вывозите эти ветки. Территория рядом со строящимся зданием на улице Шевченко вся захламлена строительным мусором. Тротуар не приведен в порядок. Плюс ко всему, по этому адресу были выявлены и другие нарушения. Идет самовольное подключение воды непосредственно на это домовладение. Никаких технических условий, ничего нет. Мало того, что на сегодняшний день весь этот колодец сейчас просто захламлен. Около одной из торговых палат комиссия заметила спиленные ветки и бытовые отходы. У хозяйки не оказалось договора на вывоз мусора и даже разрешения на торговлю. Данные о том, что у вас отсутствует договор, мы передадим в Роспотребнадзор. Вы не имеете права сейчас вообще что-либо открывать и вообще что-либо здесь осуществлять в деятельности без разрешительных документов. Морозильную камеру с тротуара попросили убрать и также потребовали закрыть ролет, пока у хозяйки не будет всех разрешающих документов. Участковый составил административные протоколы и выписал повестки всем недобросовестным нарушителям, проживающим на улице Шевченко. Алина Гумерова, Роман Карпов, Игорь Куршаков, Анапа. Регион.